Инициатива организовать встречу с президентом Я проехал весь мир. Я видел мир, начиная от Африки, Индии, Индонезии. Я вот по югу прошелся. Латинской Америки, ниже даже Венесуэлы, Бразилия и так далее продвинуты. Я уже не говорю США, Россия, Великобритания, Европа и так далее. Лучше нигде нет, потому что это свое. И чем взрослее вы будете, тем больше вас будет тянуть в тот дворик города Минска, в тот клочок земли, где вы выросли, может быть, деревушка, какое-то село или агрогородов. Не торопитесь терять свое. Своё всегда лучше, чем чужое. Президент высказался за право каждого иметь свое мнение, но озвучивать его нужно конструктивно, без расшатывания обстановки в стране. В целом, диалог президента с молодежью заставил задуматься еще раз над самыми важными для Беларуси вопросами и расставить необходимые приоритеты. Юноши и девушки, которые принимали участие во встрече, живо откликаются на это, о чем свидетельствуют вопросы студентов. Об участии молодежи в общественно-политической жизни страны, о поддержке государственных проектов и инициатив, формировании для этого специальных фондов целевого капитала. Интересовались и тем, как выявлять и развивать лидерские качества, которые помогут в дальнейшем занять руководящие должности. Сотронули темы волонтерского движения. Студенты спрашивали, где сейчас требуется помощь волонтеров. И президент высказался за создание реестра добровольцев, которые действительно нужны государству, особенно в пиковых ситуациях. Например, как это было в пандемию. Поговорили о будущем Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Александр Григорьевич, в сентябре нашему Союзу Молодежи исполняется уже 19 лет. Совершеннолетняя организация – это большой путь становления проб, ошибок, развития, но никогда не предательства. Сегодня мы, молодежь, как никогда чувствуем в себе силы сделать все для развития своей страны и молодежи. С первых дней создания БРСМ, Александр Григорьевич, мы чувствуем вашу поддержку и стараемся никогда не подводить вас. Но многим преданность, ваша преданность нашей стране, в которой мы живем, не дает покоя. Вопрос серьезный. Скажите, нужна ли в Беларуси массовая молодежная организация с патриотической направленностью? Либо же, как предлагают оппоненты, разбить выстроенную молодежную систему, разбить БРСМ на локальные группировки по интересам. Белорусский Республиканский Союз Молодежи ни в коем случае нельзя дробить, отвечает президент. Но все же организация требует изменений. Например, можно провести ребрендинг. Также БРСМ нужно наделить более серьезными полномочиями и, соответственно, расширить зону ответственности ее актива. Это должно повысить доверие к молодежному объединению. Еще одно предложение – утвердить собственный Белорусский день студента. Идея Александра Лукашенко понравилась, ее обязательно реализуют, заверил глава государства. Вообще, буквально все предложения, которые прозвучали во время виртуального диалога, президент поддержал и сразу отдал соответствующее поручение. По его мнению, студенты, которые озвучивали те или иные идеи, также будут участвовать в их реализации. Диалог, длившийся три с половиной часа, получился содержательным, интересным, эмоциональным. Поделились после завершения его участники. Вопросы и ответы, которые задавали студенты, отвечал глава государства, это все было на злобу дня. Думаю, что данная встреча оказалась полезной. Важно сейчас выстроить нашу новую работу так, чтобы мы ее могли сохранить и только приумножать наш потенциал, наш капитал, созданный в нашей стране. Хоть встреча проходила в дистанционном формате, но эмоции были как вживую, непередаваемые. Это первый опыт в таком формате, поэтому я думаю, что все прошло хорошо. Было интересно послушать и вообще посмотреть, как проходят такие мероприятия. Было важно услышать то, что нужно заботиться о своем будущем уже сейчас. Сейчас делать то, что мы сможем потом пожинать в старости и то, что останется нашим детям. Для меня такой вопрос очень интересный прозвучал про празднование Дня студента, конкретно в Беларуси. Поддерживаю эту идею. Вывод. Белорусские студенты хотят не только учиться и получать свои дипломы. В большинстве это юноши и девушки, которые стремятся участвовать в общественно-политической жизни страны, развиваться, расти творчески. Молодежь – это самое ценное, что мы имеем, уверен Александр Лукашенко. И с этим сложно не согласиться. Ирина Северьянова, Валерий Гопанько. Новости недели.